Сегодня вы увидите очень быстрое наращивание. Приветствую всех на моем канале. Видео о сложном педикюре вызвало у многих кучу бурных эмоций и противоречивых комментариев. Я все читаю, все вижу, каждый имеет право на свое мнение, это нормально. Сегодня покажу вам работу со сложными руками. Это моя клиентка, которая потерялась на 2 месяца и пришла с идеей, что за 2 часа я сделаю наращивание и приведу ее руки в порядок. Для меня 2 часа для наращивания это очень мало, поэтому предложила нарастить ногти на верхние формы. В моем случае это самый быстрый вариант. Возможно кто-то знает, как и чем можно нарастить ногти быстрее, делитесь в комментариях. А тем временем я подготавливаю ногтевую пластину к наращиванию. Опиливаю форму пилочкой на 180 грит. Этой же пилочкой шлифую поверхность. Вычищаю по возможности всю грязь из-под ногтей, но она просто въелась. Далее пламенем с синей насечкой вычищаю птеригий. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на звоночек, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Обезжириваю дегидратором или спиртом и прохожусь праймером. В данном случае взяла кислотный праймер, ссылку оставлю в описании. Жду, пока праймер высохнет и сделает свою работу. Прокрашиваю все ноготки сразу тонким слоем базы для гель-лака. Сушу в лампе 30 секунд. Теперь примеряю формы и выкладываю их на столе в нужном порядке. Самое главное в подборе форм, чтобы они ни в коем случае не были меньше, чем ноготь, даже на миллиметр. Лучше взять больше. Вся подготовка заняла у меня 20 минут. А теперь приступаю к наращиванию. Под рукой должны быть емкость со спиртом или специальной жидкостью для полигеля. И салфетка промакивать кисть. Приступаем к выкладке материала. Распределяю шарик полигеля по форме. Сразу делаю нужную длину и форму, чтобы потом не тратить на это время. А теперь прикладываю к ногтю. Кисточкой убираю лишний материал у кутикулы. Сушу в лампе 60 секунд. Повторяю действия конвейерным способом на всех ноготках. Когда выкладываете материал, обращайте внимание на 4 момента. Первое. Материал у кутикулы убираем кистью. Второе. Проверяю точки вроста по бокам, чтобы ноготь плавно переходил в искусственный материал и там не было зазора. Третье. Разглаживаем материал под ногтем, чтобы потом там не пилить. И четвертое. Это завоздушины. Их хорошо видно, когда прикладываете форму с материалом к ногтю. Если ноготь с пузырьками воздуха отправить в лампу, после снятия формы на этом месте будет дырка. Завоздушины появляются там, где положили мало материала. В общем, если при выкладке вы видите воздух, снимайте форму, вытирайте ноготь спиртом, докладывайте материал и опять приклеивайте. Далее твердосплавной или керамической фрезой убираю наплывы материала у кутикулы. Далее твердосплавной или керамической фрезой убираю наплывы материал. Опиливаю форму. Чем точнее был выложен материал, тем меньше пилить. Проверяю точки в роста. На указательном форма меньше ногтя и сбоку, справа, в точке в роста была ступенька от натурального ногтя к материалу. В таком случае запилила ноготь и доложила материал. Музыка. 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 Продолжение следует... Вот теперь видно, что сбоку все хорошо, зазора нет. Далее проверяю ногти с обратной стороны и, если есть необходимость, выпиливаю. Затем необходимо сделать маникюр. Бочонком с красной насечкой поднимаю кутикулу. Шариком с синей насечкой срезаю ее. Делать это необходимо на низких оборотах фрезера. И финальный этап зашлифовываю силиконовым полирантом. Убираем все пыль или можно попросить помыть ручки. В конечном итоге покрываю ноготки топом. Сушу в лампе 60 секунд, снимаю липкий слой и мажем ручки кремом и маслом. Сушу в лампе 60 секунд, снимаю липкий слой и мажем для взгляни. Сушу в лампе 60 секунд. Делать это нужно para шариком. Сушу в лампе 60 секунд может быть срой. Сушу в лампе 60 секунд. Сушу в лампе 60 секунд. Полностью работу у меня заняла 2,5 часа. Как вам такое превращение? Цвет ноготков естественный, ручки смотрятся ухоженными. Сменяй видео, а с вас подписка, звоночек и лайк. Всем спасибо за просмотр, с вами была Ирина Брилева. Субтитры сделал DimaTorzok